Да, Виктория, спасибо. Действительно, летнее наводнение – это ужасное событие, которое постигло наш регион в этом году. Но жители нашей области сплотились и вместе, рука об руку, справились с этой бедой. Наши люди очень добрые, отзывчивые и всегда готовы помогать тем, кому эта помощь в самом деле необходима. И вот так вместе с нашими телезрителями и различными фондами нашей области мы в течение всего года помогали детям, которые не могут справиться со своей бедой самостоятельно. И сегодня в нашем новогоднем выпуске я хочу вам рассказать, что же изменилось в их жизни за этот год. Буквально в начале декабря наши журналисты отправились в Черемхово к Маше Рузавиной. Она больна бульлезным эпидермолизом. Это генетическое заболевание, которое сопровождается сильнейшей физической болью, потому что ее кожа не прочнее крыльев бабочки. Коллаген, который отвечает за эластичность, полностью отсутствует в организме. Чтобы Маша не испытывала ежедневную боль, ей нужны специальные повязки. Их семья покупает в Европе. Отечественные аналоги бинтов не подходят. Вместе с организацией инвалидов «Стеллариум» наши телезрители собрали для Маши 100 тысяч рублей. Когда в Германии закончатся рождественские каникулы, бинты будут куплены. А семья продолжит сбор дальше, так как они требуются ей каждый месяц. Сейчас Маше 9 лет. Она с большим удовольствием учится и ходит в музыкальную школу. Еще у нас есть крошка Машенька. Сейчас ей полгода. К ней в гости мы приезжали в мае. Ей тогда было всего два месяца. Тогда наши зрители собирали деньги на поездку в Москву на операцию по удалению опухоли. Ее малышки успешно сделали. Мама с Машей сейчас находятся в отделении. Лечение продолжается. Малышка растет и развивается. Следующая поездка в Москву на лечение намечена на январь. Отличные новости прилетели к нам из Слюдянки. Именно прилетели из Сочи. 9-летняя Настя Гращенко с мамой. В октябре для этой поездки всей областью тоже собирали деньги. Настя прошла курс дельфинотерапии. Она показала просто космический потенциал. Уже на втором занятии сама держала голову. Старалась дотянуться до дельфина. Включилась очень эмоционально. Вместо домашнего цветочка, запертого дома, Настя вернулась нетерпеливым исследователем. Она уже не просто сидит и ждет, когда с ней проделают каждодневные процедуры, а требует внимания и протестует, если ей что-то не нравится. Самое приятное то, что в очередной уже прошедший год убеждаешься, что в Иркутске самые добрые люди. Потому что работа наша немножко связана с напряженностью. То есть онкология это не просто. Онкология это когда на родителей упала плита, темнота, и они не знают, куда деться дальше. А вот наши иркутяне, они как-то умеют сплотиться, аккуратно, нежно так взять и помочь человеку пройти вот это все. Это очень важно. Еще одно подтверждение доброты жителей нашей области – новые слуховые аппараты для Светы Козьяковой. Материал о ней вышел в эфир 24 мая. У девочки двухсторонняя тугоухость третьей степени. Красавица-умница, она учится в специальном классе для детей с ограничением слуха. Шум ветра, плеск воды. Услышать их Света только мечтает. Она знает язык жестов и старается говорить. Но ее слуховые аппараты не позволяли ей различать все необходимые звуки. И потому Света никак не могла воспроизводить их правильно. В наш первый визит, когда мы попытались с ней заговорить, она засмущалась и даже расплакалась. Но потом все-таки привыкла, осмелела и решила с нами поговорить. Долго училась говорить руками? Я просто не умею. Ты умеешь? Покажи что-нибудь. Это спокойно. Это спокойно? Да. А еще какое-нибудь слово? Думай. Думай? Да. А там у каждого слова есть свой знак или буква. Вот как, например, сказать Кате? Катя. Классно. А руками? Катя. Ты вообще молодец. Русфонд и неравнодушные жители региона смогли собрать деньги на новые, более мощные аппараты. Окружающий мир зазвучал для Светы по-новому в июле этого года. Тогда пришли слуховые аппараты. Накануне праздника мы снова отправились в гости к Свете, чтобы узнать, что изменилось с нашего последнего визита. С порога она сказала мне «Привет». Сейчас школьница уже на каникулах. Вместе с мамой разбирает подарки из-под елки. А чтобы продемонстрировать, чему она уже научилась с новыми аппаратами, вслух почитала нам книгу. Доктора Штаромбарма сели день, мне позволяли выходить в гостиную. Вместе со слухом улучшилась и речь. Света теперь больше говорит. Не стесняется и не плачет, а говорит. С четвертой степенью глухоты – это крайне редко. И то, что Света старается и воспроизводит большинство звуков – огромное достижение. Мы стали больше говорить. Света перестала как-то стесняться речь. Так скажем, словесный запас постепенно пополняется. Не так быстро, как бы хотелось, но, по крайней мере, говорим больше. Но я как мама хочу поблагодарить всех неравнодушных людей в участии в сбору средств на новые аппараты. Все-таки неравнодушных людей у нас больше. Пожелать удачи, здоровья, благополучия, как говорится. Чтобы детки разжидались здоровыми. Чтобы не было таких проблем, как у нас. А родителям не опускать руки и верить в чудо. Мне говорили, что она разговаривать не будет. Светик, поздравь с Новым годом. Поздравляю с Новым годом. Вот таким был этот год у тех, кто ежедневно борется со своей болезнью. Подтвердили сами дети. Иркутяне готовы помогать всегда и всем сердцем. А кроме того, они способны на настоящие подвиги и действительно мужественные поступки. А тех, кто отличился в этом уходящем году, вам расскажет моя коллега Мадина Халикова.